МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Это все ведь, так сказать, следствие. И не только морального воспитания, но и кадровые работы органов внутренних дел. В Уфе трое высокопоставленных полицейских задержаны по обвинению в групповом изнасиловании девушки-коллеги. Там же ее надо обслуживать, за ней надо ухаживать за этой подстанцией. Они ее бросили. Жители деревни Лесная в любой момент могут остаться без света. Местные энергетики перестали обслуживать электроучасток. Для друзей на Западе Единая Россия цены убавляет, а для своих врагов внутри России она повышает, потому что врагами является весь российский народ. Игра в одни ворота. Нефтяников уговорили пока не повышать цены на топливо, но налоговый маневр никто не отменял. Заплатят за него в бюджет по традиции граждане страны. Громкий скандал в республике Башкортостан. Три высокопоставленных сотрудника полиции УФы задержаны по обвинению в групповом изнасиловании своей коллеги, 23-летней девушки, которая работала дознавателем. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября три начальника различных отделов УВД совместно распивали спиртные напитки в одном из кабинетов. Они пригласили девушку-дознавателя к себе под предлогом работы и надругались над ней. По поступившей информации, пострадавшая родственница высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Мне кажется, что большая вина в случившемся лежит на кадровом аппарате МВД, который допустил продвижение, выдвижение. Наверняка были какие-то звоночки. Служба собственной безопасности, в общем-то, будем говорить, проспала этот момент. Так что я думаю, что тут комплексная, так сказать, у нас продукт получился. Такие случаи уже давно стали системой. Причина в том, что становление подобных руководителей происходит во время, когда безнаказанность, вседозволенность и беззаконие являются нормой. Еще 10 лет назад наши ученые фиксировали колоссальное проникновение бесчестных людей, представителей преступного мира, не только в государственные органы власти, а в правоохранительные органы. Все декларации о том, что общество должно контролировать, надзирать за деятельностью правоохранительных органов, в частности МВД, все это осталось декларациями. Ничего близко нет того, что должно было быть и что помогало в советское время держать не только в узде ретивых сотрудников, но и воспитывать людей. Сложившаяся социально-экономическая обстановка никоим образом не способствует принятию правильных кадровых решений в интересах граждан. Карл Маркс говорил, бытие определяет сознание. И от этого марксистского положения никуда не деться. Жильцы 20 домов в деревне Лесная Новгородской области уже год периодически живут без света. Трансформатор часто выходит из строя, устарели электросети. Решать проблему местных жителей никто не торопится. Как местные власти, так и энергетики открещиваются от проблемного электроучастка. В ситуации разбиралась и Елена Кухарева. Елена Филюшина занимается сельским хозяйством. Она держит пять коров. Вручную доить их очень сложно. Для того, чтобы работал доильный аппарат, нужна электроэнергия. С ней в деревне Лесная большая проблема. Любой ветер, дождь или снег наводит на сельчан ужас. Они могут остаться без света. Выходит из строя трансформатор, а чинить его некому. Там же ее надо обслуживать, за ней надо ухаживать, за этой подстанцией. Они ее бросили. Провода все провисли, столбы вон по улице. Вы прошли, видели? Все покосились в столбы. Все. То есть пока она более-менее нормальна была в состоянии, они ее обслуживали. Теперь они сказали, все, мы ее не обслуживаем. Замечательно. Люди готовы сами купить трансформатор и протянуть новые провода, но не имеют на это права. Местные энергетики отказываются предоставлять услуги частным лицам. 20 домов для них слишком большой масштаб. Проблема с электричеством возникла в Лесной около 20 лет назад. С тех пор эта тема постоянно поднималась в областной думе и местных советах. Но пока безрезультатно. Бюджетом отводилась с каждым годом все меньше и меньше роль по обновлению основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому это результат той политики, которую проводит нынешняя власть. Но хочу сказать, что, к сожалению, и жильцы сегодня занимают пассивную позицию. Их голос, протест и требования сегодня по существу не слышат. В администрации населенного пункта ничем помочь не могут. Там утверждают, что проблемные электросети не принадлежат ни одному участку. Строились дома, когда это было уже давно-давно. Строились дома, и они строились хозспособом. И сети также строились хозспособом. Поэтому они оказались ничьи. У жителей поселка опускаются руки. Выхода из сложившейся ситуации они не видят. А помочь им никто не может. Елена Кухарева, Красная линия. С проблемами, похожими на те, что есть в деревне Лесная Новгородской области, сталкиваются и другие населенные пункты. И перебои с электричеством далеко не предел. Повсюду полным ходом идет деградация сельскохозяйственной отрасли. А государственная поддержка с ростом цен становится все менее заметной. Но есть в России сельхозпредприятия с положительным опытом работы. Так, в колхозе Присухонский сотрудники сами управляют собственной жизнью. В их руках руководство предприятием. Это предприятие с коллективной формой собственности. Пока вокруг разруха в Присухонском на коллективных началах решаются практически любые вопросы. Поэтому колхоз процветает. Подробности в репортаже Максима Скороходова. Самое тревожное насилие сегодня – это то, что прошла оптимизация школ, фапов, садиков, клубов. Это самая губительная вещь, которую провело государство на сегодняшний момент. Поселок Фофанцево изначально был построен на государственные деньги. Люди приезжали на работу в уже созданную инфраструктуру, а потом госзатраты окупались сторицей. Но теперь государство самоустранилось. И кооперативу Присухонская приходится выкладывать собственные денежки и за медпункт, и за асфальт на дорогах, и за многое другое. Помогаем школе, садику, клубу. То есть каждый год у нас даже в бюджете заложено, на общем собрании всегда приниматься, определенные суммы выделяем. Потому что мы живем на этой территории, мы, как бы сказать, здесь должны обеспечивать какой-то комфорт нашим людям. Как живется? Дышится? На хлеб хватает. Сколько на хлеб-то получаете? Треботач. Путин это не придет. Эти суммы, которые падают в карман рядовому работнику, как ни крути, самый красноречивый показатель здоровья предприятия. Судьба председателя в Присухонском и по сю пору напрямую от здоровья этого зависит. Не будет справляться, могут и должность лишить. Александр Казаков приехал в хозяйство в 1999 году. Начинал плотником, потом работал трактористом, снабженцем, автомехаником. И вдруг на очередном собрании люди сами предложили его кандидатуру на должность председателя. У нас Александр пришел когда к власти, он не был таких амбиций, что я все сам, я все. То есть он работал именно с коллективом в первую очередь, со специалистами, с коллективом. И поэтому у нас как-то так все постепенно, мы наращиваем, и удой, и все. И дошли почти до 11 тысяч теперь уже. Мы первое место держим по области, по надою. С коллективом работать можно по-разному. По-разному добиваться высоких показателей. В Присуханском делают ставку на кооперативное самоуправление. Отсюда и забота хозяйства о каждом своем работнике. Мы даем материальную помощь людям ежегодно. Пусть и небольшую, но даем пенсионеры, получают у нас добавку к пенсии, вот эти почетные заслуженные. В целом всех выплат и премиальных набегает тысяч на 30 на человека. Передовикам, конечно, побольше. Плюс к этому все члены кооператива имеют паи, по которым выплачиваются дивиденды. 10% от суммы пая. Живет кооператив и здравствует. Несмотря на неработающие госпрограммы, условно-символические дотации и хваленую господдержку, перепадающую только крупным агрохолдингам. Научились надеяться только на собственные силы. Максим Скороходов, Евгений Феденев, Красная линия. Премьеру специального репортажа Максима Скороходова «Жизнь с новым председателем» смотрите на нашем сайте. Арбитражный суд Московской области оштрафовал Петелинскую птицефабрику на 700 тысяч рублей. В продукции предприятия были выявлены вредные бактерии. В Петелинке, в свою очередь, уверяют, что за качеством товара следят очень тщательно. Нарушения могли произойти из-за изменения температурного режима при транспортировке в магазины. Коротко о других новостях в стране. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей. Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, эта мера обоснована необходимостью реализации прав граждан на справедливую оплату труда. Из-за нехватки денег на туристические поездки почти каждый пятый россиянин провел отпуск дома. Таковы данные опроса Левада-центра. Каждый четвертый респондент отдыхал летом на даче. За пределами России провели отпуск только 5% опрошенных. По делу о пожаре в Зимней Вишне задержали трех новых подозреваемых. Двоем из них предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и одному в даче взятки. Всего в рамках расследования дела о пожаре в Кемеровском торговом центре уже арестовано 12 человек. Судебные приставы предложили изменить систему добровольной оплаты просроченных штрафов ГИБДД. Если в течение двух дней задолженность не будет погашена, то со счета нарушителя автоматически спишут соответствующую сумму плюс исполнительный сбор, который не может быть меньше тысячи рублей. Поставили на паузу. Правительству удалось договориться с нефтяниками о сохранении цен на топливо до конца этого года. Впрочем, по мнению экспертов, это вовсе не означает, что стоимость бензина в 2019-м резко не увеличится. Виной тому рост акцизов сразу в полтора раза и так называемый налоговый маневр. В итоге крупные компании в убытке не останутся, а пополнять бюджет снова будут из кармана простых граждан. Георгий Хрисенко подробнее. Встретились, уговорили. После долгих консультаций с руководством ведущих российских нефтяных компаний принято решение до конца года цены на топливо не повышать. К соглашению пришли не сразу. Главе правительства даже пришлось припугнуть нефтяников повышением экспортной пошлины. Впрочем, вряд ли они сильно испугались. Когда власть отдает всю свою власть и полномочия бизнесу, а сами остаются у разбитого корыта, вот тогда им приходится униженно просить, вместо того, чтобы командовать. Медведеву не надо было рассыпаться в любезности, а приказать. Это такая слабая пята нашей государственной власти, которая, с одной стороны, демонстрирует свою силу, не всегда там, где это желательно, и показывает почему-то слабость в отношениях с состоятельными и богатыми олигархами. Но даже если статус-кво и сохранится до конца года, что будет с ценами на бензин дальше, предугадать несложно. Они, очевидно, пойдут вверх. Благодаря росту акцизов в полтора раза уже с 1 января. Я абсолютно уверен, что в итоге повышение будет иметь место. Сейчас повышение идет по всем фронтам и по всем линиям. Это однозначно. Это каждый из нас почувствует. Бюджет будет получать меньше денег от нефти, да. Но для этого придуман как раз налоговый маневр. Будем получать больше с акцизов. То есть не с производителя нефти, который платит экспортную пошлину, а с потребителя бензина. Фактически будем собирать эти деньги. К 2024 году ситуация, по прогнозам экспертов, для рядового потребителя станет еще хуже. Экспортная пошлина на нефть будет обнулена, а бюджет пополнять откуда-то все равно придется. Если вы обнуляете экспортные пошлины и в бюджет деньги поступать не будут, то что вы хотите сказать, что эти деньги придут с другой стороны? Да нет. Они придут из наших карманов. Для друзей на Западе Единой России цены убавляет, а для своих врагов внутри России она повышает, потому что врагами является весь российский народ. По мнению властей, все время увеличивающуюся финансовую нагрузку граждане не чувствуют. Ведь согласно озвученной министром труда Максимом Топилиным статистике, заработные платы растут ударными темпами на целых 11% всего за несколько месяцев. Ему какую-то специальную статистику дают. У нас есть специальная статистика. К сожалению, ей занимается государственный орган, называется Росстат. Вот Росстат и дает такие обнадеживающие, приятные, замечательные известия. Росстат прекрасно знает, что хотело бы услышать руководство. Рост зарплат действительно наблюдается по статистике и падение реального располагаемого дохода. Что такое реальный располагаемый доход? Это деньги, которые вы получили после того, как вы отдали налоги и необходимые платежи. Но эти необходимые платежи растут довольно быстро. Пока Максим Топилин советует, цитата, учиться оценивать хорошие новости позитивно, конец цитаты, люди думают, как дотянуть до следующей зарплаты, поскольку более 20 миллионов человек в России сегодня живут за чертой бедности. И с этой статистикой уже не поспоришь. Георгий Крысенко, Станислав Коваленко и Анна Петракова. Красная линия. Президент Грузии Георгий Маргелошвили заявил, что страна продолжит курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз. Глава республики считает, что членство в Североатлантическом альянсе гарантирует суверенитет и территориальную целостность страны. Коротко о других новостях в мире. Президент США Дональд Трамп приказал увеличить численность военного контингента на южной границе с Мексикой до 15 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Такие действия направлены на то, чтобы не допустить на территорию США караван мигрантов из стран Центральной Америки. В индийском штате Гуджарат состоялось открытие памятника государственному деятелю Сардару Пателю. Высота статуи 182 метра, что делает ее самой высокой в мире. В основании памятника расположены музей и мемориальный сад. Индонезийские власти обнаружили черный ящик разбившегося Боинга компании Lion Air. Бортовой самописец нашли примерно в 500 метрах от последних зафиксированных координат самолета у берегов Джакарты. Напомним, лайнер потерпел крушение 29 октября. Анкара ожидает от Эррия до поддержки в расследовании убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамали Хашоги. Об этом заявил министр юстиции Турции Абдулхамид Гюль. Он призвал саудовскую сторону дать ответ на вопрос о местонахождении тела Хашоги, которое до сих пор не найдено. И в завершении программы вспомним о том, что в эти дни ленинский комсомол отмечает свое столетие. В деревне Чемоданово Калужской области в рамках юбилейных торжеств открыли отреставрированный памятник Ленину. Средственно-восстановительные работы собирали местное отделение КПРФ. Коммунисты и комсомольцы провели несколько субботников для приведения в порядок территории вокруг памятника. Во время торжественной церемонии состоялась закладка капсулы с обращением молодежи и комсомольцев Калужской области к сверстникам, которые будут жить здесь через 50 лет. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи!